МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадоя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Трисестры, доброупорядкованне монумента дружбы у приграничной трех краин, плануется завершить у початку мая. Гомель рыхтуется примать гостей. 12 краин подтвердили уделу 16-м экономичным форуме. Сезон пожарной небеспеки. МНС просит грамадян по макчимости устрематься от наведывания зоны отселения и отчужения на Радовницу. А зараза б гэты меньшим больш подробязна. Реконструкция монумента Трисестры на финишной промой. Выкана на 80% работ. И гэта за 20 дён. Будовники плануют завершить працу первые дни мая. Справа застанется за упрыгоживанием кургана и прилеглой территории зелеными насаджениями. Сегодня на допомогу доброупорядкованне монумента приехали представники громадских организаций региона и молодь. 23-метровые пилоны набыли белоснежный колер. С трех боков до кургана ведутся дорожки, упрыгоженные плитки с национальными орнаментами трехславянских народов. Гэта, дараж, и один новое увядение, якое унесли архитекторы в план по реконструкции монумента. Работа проведена грунтовная. Надо было демонтировать 3200 метров квадратные плитки, около километра бордюра демонтировать и установить. Также гранитные плитки, где-то около 300 метров квадратных установить. Делать благоустройство. Также отремонтировать сам памятник. Мы работаем, как говорится, вахтовым методом весь световой день. Люди понимают, что это ответственная такая работа, которая поручена руководством области, выполнена из поручения президента. Работу тут подшали трытые дни тому. Самым складанным было пофарбовать пилоны. Для працы на вышине заденешили спецтехнику. Белый цвет – цвет мира. Цвет абсолютного одухотворения. И мне кажется, что даже общественные объединения, которые сегодня приехали, своим таким трудовым задором, мне кажется, они даже строителей воодушевили, для того, чтобы как можно быстрее завершить работу. Стелла буквально получила новое дыхание. И мне кажется, что мы завершим работу и с честью выполним поручения нашего президента. Представники профессийных союзов, громадских организаций и объединений, у среди которых Белая Русь, Червоная Крыш и БРСМ, приехали, допомогли с доброупорядкованием монумента. Амалюсияны у разные годы бывали на международном форуме «Славянское одинство». У каждого свои особистые уражения и вспоминания. Амалюсияны, кажутся, об надеи одновидеться броски с устреши трех славянских народов. Я однажды была на монументе здесь. Это было на самом деле очень восхитительно, потому что мне удалось даже попасть за кулисы. Люди общались, и настолько это все дружно, настолько это все весело было, что просто очень хочется повторения, очень хочется, чтобы возобновились такие праздники. Это возможность нам сплотиться и снова воссоединиться всем вместе. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель» с Дубрышского района. Индия, Китай, Сербия, Эстония. Делегации из 12 страны. Плануют принять удел в Гомельском экономическом форуме 24 мая. Программой предугледжена работа пяти секций. На форуме будет презентован экономический и инвестиционный потенциал в области, а так само – приоритетные проекты. Заплановано подписание инвестиционных договоров, протоколов об намерах и погоднениях. Так само замежные гости наведают международную выставу «Вясна у Гомели», которая будет работать с 23 по 26 мая. У Беларуси с 1 мая вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и допомоги при народжении детей. Прационные пенсии повысить на 6,5%. Сродки выделить с Державного позабюджетного фонда социальной обороны насельництва. Середний помер прационных пенсий, увы, не куперразлик, в складе 411 рублёв, 50 копеек, а пенсии по взросте – амаль 419 рублёв. Бюджет прожиточного минимуму повеличится, прикладно, до 224 рублёв. У след за БПМ вырастет одноразовая допомога в связи с народжением детей. Я на складе – 2240 рублёв. При народжении другого и наступных – приблизно 3136 рублёв. Так само с 1 мая повеличится помер тарифной ставки 1-го разраду для разлику зарплаты работников бюджетных организаций. Я е помер в складе – амаль 36,5 рублёв. Будучая за молодыми, сёння свои пропоновые образветцы молодёжной политики у Беларуси агучили студенты и выкладчики Беларусского державного университета транспорта. Тут пройшла сустреча с наместником старшини Постоянной комиссии Совета Республики Национального сходу Республики Беларусь Андреем Беляковым. Частка питаний утичилась развития студотрадовского руху. Летось, наприклад, в университете сформировали 11 бригад. Яны працавали у Гомелі на будавництве значных социальных объектов. Наприклад, удельничали во узвяденні Гомельской областной дитячей клинічной больницы. Так само допомагали будавать атомную электростанцию у «Аустровцы». Падчас сустречы прагучали питаньи по удосконалюванні в учебных программ по некоторых предметах. Цікавилися студенты і регіональними ініціативами, які будуть меть місце у развиті молодежной палітики. Андрей Беляков пропонував молоді обдумать свої ідеї і дослати їх на його електронну пошту, альбо написати у соціальних сетках. Означив, що ЙОН відкриті для діалогу і обмерковання будь-яких питаньів, які можуть бути цікавими для далішого адгустування у молодежній політиці Беларусі. Зважно, що благодаря таким встречам, благодаря такому общенню, у абсолютно любого участника подобної встречи є можливість заявити о себе, обозначити проблему і, самое главное, решити її, внести предложення. Т.е. не остатися безучастним, не отійти в сторону, а і за нас все решат. Неправда, ніхто за нас нічого не решит, а якщо і решат, то абсолютно не так, як нам самим хотілося б. А, ну, ми ж, якби, Беларуси, ми понимаємо прекрасно, що зробити дуже добре – це значить зробити самому. Оборона право і інтереси у роботників. Профсоюзному руху Беларусі все лето сполняється 115 годів. Об досягненніх і метах обласного комітета профсоюза роботників ахов і здоров'я сьогодні розважали пачас сумесного пасядження молодежного савета і савета ветеранов гетага аб'яднання. Сустреча, промеркованная яше до 1 мая, пачалася звіншавання ветеранов і уручення кветок. Пасля правяли невеликий екскурс у гісторію з'явлення галіновай профсоюзной організації. Узгадывали аптым, як тяжка приходілася на самым пачатку гетага шляху. І вось зараз членами профсоюзу роботників ахов і здоров'я в нашому рагіоні з'являються маль 50 тисяч чоловік. Гэта 98% од усіх супрацівників медицинських установ. Пастоянно умацювається контакт с керівництвом города і в області, галоным управлінням ахов і здоров'я. Усе слушні ідеї улади підтримлюють. Гэта штычиться і плённого взаємодіння з депутатським корпусом. І увы, нікогалонне, щоб кожний роботник відчував себе обороненим. Це не просто оказання матеріальної допомоги, це не просто якісь концерти, встречи з людьми. Хоча це я тож считаю важним і существенним, тому що не роботи єдиний жив чоловік. Нужно помнить нам профсоюзом і о роботі, і о тому, що чоловіку потрібно ще щось. Але, касаємо каких-то производственних питань, ведь у нас працюють в обкомі профсоюзу роботники, юристы, экономісты, соціологи. І вони всі вносять свою лепту. Ми повинні искати те приємопонімання, яке б не привело до розвитку якійсь конфліктній ситуації. Міністерство по надзвичайних ситуаціях звертається до громадян з просьбою про макчимаці не наведвати на радовницю могілки, які знаходяться у зоні оцілення і оцілення. Гэта викликана особлива пожара небезпечна ситуація на гэтых територіях. Наши корреспонденты звернулися за коментаріями до спеціалістів. 7 мая у Беларусі означається православная радовниця з гэты на годы з 4 по 7 мая буде дозволений безпропускний проїзд до могілок на територіях зон оцілення і оцілення. Выключення зроблено для Наравлянського района, що зв'язано з місцовыми традиціями. Трапитиць на територію зону тут можна яше другого мая. Уезжай на територію Палецкого державного радіаційно-экологічного заповідника можна тільки прасконтрольно-пропускні пункты. При гэтам і Беларусі, і замежні грамадяні повинні меть сабой пашпорт, ті інший офіційний документ, а так само документы на транспортний сродок. Буде організовано транзитне ісследовання граждан от пунктов в'їзду в пограничну зону в територію заповідника до місць захоронення. В цих случаях для іностранним гражданам немає необхідністі оформляти пропуска для в'їзду в пограничну зону. Ім необхідні буде достаточно мати при себе документи для пересечення господарственной границі в пунктах пропуска через господарственну границу. Це основне, що необхідні знати гражданам. Вияжджай з гэтай території необхідна так само толькі прасконтрольно-пропускні пункты. Для наведвальніка в зоні очуження і отселення прадуглєджіна обов'язковий радіаційний контроль. Выконання елементарних правилів радіаційной безпеки, обов'язковая умова, у сувізі з чим, при доброупарадкованні мохілок, важна використоваць найпрості сродки обороны, такі як марлівые пов'язкі, пальшаткі. Калі праці будуть завершені, верхню вопрадку треба старанно вытрасті відкрыты ўчасткі тіла, вымыць привезінай сабой водой. Разом з тим, Міністерство по надзвичайних ситуаціях звертається до громадян з просьбою устрімацьо однаведвання на радіуніцю мохілок, які знаходяться у зоні отселення очуження. Гэтат лумачиться особлива пожаронебезпечна і ситуація на гэтых територіях. Слажилася дуже опасна, пожароопасна обстановка, тому просимо при возможності не посещати ці території. Якщо немає іншої можливості, тільки ви приїхали, наприклад, з-за границей, спеціально їхали вже, щоб побувати на кладбищах, просимо дуже внимателно соблюдувати меры пожарної безпеці. Це і куріння, і технічне состояние транспортних средств, на яких ви передвигаєтесь, і, в принципі, остальні действи, коли ви там знаходитесь на закрытых територіях. В першу чергу це связано з тим, щоб обеспечити безпецість самих граждан. Олег Сентюрул, Настасья Кучинська, Явген Макеенко, отелі радію, компанія Гомель. Держав та інспекція підводить вийніки акції по профілактиці ДТЗ, у яких травми отримують діти-пассажири. Напередодні інспекторы проводили спеціальні рейды по вулицах города і проверяли заховання правилу перевозки галунних для батьків-аутоматорів маленьких пассажиров. Наталья Каприленко с подробязностями. Мета профілактичного мероприємства дитя-галунний пассажир звернуть увагу батьків-аутоматорів на проблему дитячого травматизму по віне самих же старейших родних. На контролі інспектора УДАІ, дороги каля школ, дитячих садков, поликлиник і гульнявых пляцовок. Коли у салонах були зауважены діти, машини спинялися для проверки. Заличені хвилины роботи, рейдовий екіпаж виявив у ніколькі аутомашин, де маленькі пассажири знаходилися в утримлювачих креслах, але не були пришпилені. Неколькі водителів використовували для дітей-пассажирів рамя небезпеки, признашені для дорослых. Для дітей я не підходить. Сустрілися на дорозі і більше добросумленні батьки за рулем ауто. Я считаю, що постійно треба пристегивати дітей. Це прежде всього безопасність наших дітей. Нам двор оставалось, але я пренебрег і не пристегнув. На самом деле в кресле бывает капризниче, то прям расстегните і все. Но тогда стараемся там остановиться, успокоїть, а в дорогу пристегнути. Не стараемся, а мы всегда пристегиваемся. Потому что, да, главное – здоровье дітей. И если пренебрегать этими правилами, то може закончитися трагитически. Не боїтесь на першому сидінні водити? А я сзади ее не вижу. Поэтому она сидит спереди. Хотя, говорят, да, безопаснее за водителем, но мне комфортнее то, что я вижу, что она делает. Инспекторы ДАИ звернули увагу батьку-автоматору на отказність за незаховання правил перевозки дітей і рассказали про реальні випадки, коли бустры і дитячі кресла выратовували малых от смяротних травм при ДТЗ. С початку года у регіоні зареєстрований один випадок. Травміровання неполнолетніх пассажирів у аварії. Меновіто утрамливаючая пристасовання у салоні застирало пятигодове дитя от тяжких наступств для здоров'я. Согласно правилам дорожного движения, ребенок при движении в транспортном средстве должен быть пристегнут ремнем безопасности і находиться в детском удерживаючому устройству до 12 лет согласно весу і росту ребенка. Ісключення составляється только рост ребенка свыше 150 см удерживаючого устройства либо бустера не требуется. За невыполнення данного пункта правил дорожного движения водитель буде привлечен к административной ответственности согласно действующего законодательства. Наталя Каприленка, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель». Гомель принял перший паркур-фестиваль. У делу їм приняли більше як 70 спортсменів во взрослі от 6 до 25 годів. Удельники приїхали со Жлобина, Могилєва і Минска. Своє представництво було і у Гомеля. Трейсери споборничали у двох категориях – на обмежованій трасі і у одвольній програмі. А крім'я того, поспробувати своє сіле у проходженні траси могли усе жадаючі. Мета першого фестивалю – популяризация паркура і активного виду отпочинку. Задача показати, що ми є, щоб у нас услышали як можна більше, що паркур – це не що-то забытое в 2007-2010 році, а в тому, що ми розвиваємся, ми є і ми теж хочемо виступати на соревнованнях. Уже, в принципі, є хлопці з Гомельської області, які їздять і получають якісь міста. К сожалению, ще не перші міста, але вже в трійку призерів попадають. Дареш у Беларусі паркуру виходять у перолік гімнастичних видів. І тільки у Гомеля дітей і подлітку офіційно навучають навыкам паркура. Кроме Мінська і Гомеля цим направлением, в першу очередь, для дітей не займаються більше нигде. В інших областях с цим все дуже сложно. По вийніках з поборництва гомельчане заняли усе призові місце у категорі 6-9 годів – 10-12 і 13-15. В зростовій групі 16 плюс перше місце занял представник Жлобина Андрей Ляной. Другое і третє – Міншане, Яуген Калиновський і Филипп Аєєнка. Більш про спорт, про знікалькі хвилин у спортивному огляду з Максимом Савіным. А я з вами развитваюся. Дякую за увагу. І до зустрічі у ефірі. Де-факто продолжає ефір телеканала «Беларусь-4 Гомель» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Загорелся, как спичка. В Калинковичском районе произошел пожар на синоскладе. Огонь охватил металлическое строение в деревне Якимовичи. Зарево наблюдалось издалека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, стало ясно – спасти склад не удастся. Огонь полыхал по всей площади. Полностью сгорела шиферная кровля на деревянной обрешетке. Уничтожено 20 тонн сена. Жертв нет. Территория синосклада не охранялась. Сейчас подсчитывается ущерб и устанавливается причина пожара. Рассматриваем версии – неосторожное обрешение с огнем неустановленного лица. Кражи в сфере АПК не прекращаются. Милиция практически ежедневно выявляет факты хищения в хозяйствах региона. На этот раз попался механизатор изноровли. Первоначальная проверка показала, что мужчина действительно причастен к краже дизельного топлива сельхозтехники. В одном из хозяйств района за ним был закреплен трактор МТЗ. Рабочий ежедневно получал солярку и не исключено, что регулярно сливал ее в канистры, а потом продавал. Правоохранители поймали мужчину с поличным, когда он слил 120 литров дизельного топлива. Дальнейшая проверка показала, что механизатор, начиная с 15 марта по 18 апреля текущего года, похитил 540 литров дизельного топлива. В настоящее время материалы проверочных мероприятий направлены в Наравлянский РСК для дачи правовой оценки действиям нарушителей. О том, что такое видеоэндоскоп, теперь знает гражданин Украины, который попытался незаконно перевести через границу партию рыболовных снастей. При помощи технического средства таможенного контроля планы нарушителя были быстро раскрыты сотрудниками гомельской таможни. Житель Украины спрятал партию рыболовных снастей при корм для рыб под обшивкой багажника и салона автомобиля «Опель», на котором и попытался въехать в Беларусь через пункт таможенного пропуска «Новая Рудня». Таможенники вскрыли тайники и оформили нарушения по административной статье. Всего мужчина хотел провести через границу 11 килограммов товаров для рыбалки. Сокрытые в тайниках от таможенного контроля товары, а также автомобиль, как средство совершения правонарушения, изъяты. Гомельская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Таков обзор происшествий на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сыграны поединки 28-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК в гостях разгромил Щучин. 10-0. «Бычин» на домашней арене встречалась с Брестом. Железнодорожники пошли в атаку со старта. Результат не заставил себя ждать. Гомельчане открыли счет на первой минуте. На перерыв хозяева ушли, выигрывая 3-0. Во втором тайме железнодорожники забили еще три мяча. Обрещание ответили одним. После финального свистка на табло горели цифры 6-1. Хорошая игра, победа. Три очка. Мы подходим к каждой игре через призму. Плей-офф. Отнеслись с уважением к сопернику. Приложили максимум усилий, победили. Футбол это такая игра, что моменты есть и у одних, и у других ворот. Но, видимо, мы воспользовались своими моментами немножко удачнее. Выиграли хорошо. Надеюсь, порадовали зрителей. Есть у нас некоторые кадровые потери к этому матчу. Хочу отметить, что выкладывались на поле. Никто не относился к сопернику с пренебрежением. Но не обошлось без ошибок, к сожалению, как в любом матче. Конечно, тренеру всегда хочется, чтобы исключили полностью ошибки. Но, как правило, этого не бывает. Мы уже в какой-то стадии подготовки к плей-оффу. Поэтому исключать ошибки нужно и дорабатывать все фрагменты. ВРЗ принимал на своей площадке Борисов 900. Вагоностроителям достаточно было и ничей, чтобы досрочно победить в регулярном чемпионате страны. Команды в каждом из таймов забили по два мяча в ворота друг друга и разошлись с миром. 4-4. Следующий тур пройдет 5 мая. БЧ принимает в гостях ЦКК. ВРЗ пропускает тур. Отмечу, что за два тура до окончания регулярного чемпионата определились все восемь участников плей-офф. А ВРЗ досрочно победил в регулярном чемпионате. Завершились поединки пятого тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырьская славя ездила в гости к Брестскому Динамо. Матч завершился без голевой ничей. Гомель встречался в гостях с Ислачью. Гомельчане уступили хозяевам площадки со счетом 3-1. Единственный мяч у зелено-белых забил Невалда на 37-й минуте. Как отметил главный тренер Гомель Алексей Меркулов, перед игрой команда испытывала проблемы с составом, поэтому пришлось проводить тактические перестановки. Следующий тур стартует 4 мая с поединка Минского торпеда и Могилевского клуба Дня ПРО. Сначала Мозырьская славя встретится в гостях с энергетиком БГУ. Затем Гомель на домашней арене примет Витебск. Прошли поединки третьего тура чемпионата Беларуси в первой лиге. Светлогорский химик на своем поле одержал верх над Микошевичским гранитом 4-0. А в Гомеле прошло областное дерби. Локомотив принимал Речицкий спутник. На последней минуте первого тайма забил железнодорожник Сергей Бондаренко. Во второй половине матча гости не смогли реализовать голевые моменты, в отличие от хозяев. На 82-й минуте Денис Козловский установил окончательный счет игры. 2-0 в пользу Локомотива. Матчи следующего тура пройдут 5 мая. Локомотив едет в гости к Бобруйской Белшине. Речицкий спутник принимает на своем поле Баранович. И Светлогорский химик отправится в Пинск на поединок с местной волной. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!